Всем привет! С вами канал Хард Кавер! И это продолжение проекта История Тома Кинга. Вторым голосом будет мой компаньон по этой рубрике Джай Круз. Так что прошу любить и жаловать. Давайте без долгих вступлений, как в прошлый раз. Нам следует поговорить обо всем ране Тома Кинга на Бэтмене. А это порядка 85 номеров. Так что не будем терять на пустую болтовню ваше и мое драгоценное время. Поехали! Часть 4. Бэтмен Что ж, задача обозреть целый ран на 85 номеров весьма трудна и объемна. За один присест мы с вами тут явно не справимся. Поэтому в этом видео мы охватим выпуски Бэтмена с 1 по 49 и обсудим все самое важное, пройдясь по основным аркам. А в следующем ролике поговорим уже про свадьбу, неудавшиеся планы, скандалы, интриги и в целом про влияние Кинга на персонажа и серию. Начнем, пожалуй, с предыстории. Из того, в каком состоянии Кинг получил на руки серию Бэтмена. И знаете, получить Бэтмена после работы Снайдера – это оказаться в заведомо проигрышной позиции. Так как Скотт оказал на Бэтмена колоссальное влияние, и в принципе именно с ним у большинства современных читателей и ассоциируется этот персонаж. Снайдер отлично проработал историю Готэма и в целом придал городу еще больше таинственности. Ввел суд Сов, придал хоррорной составляющей историям Брюса Уэйна. Ну и, конечно же, Джокер в исполнении Снайдера – это нечто мефистофелевское, этакое непобедимое изначальное зло. Скотт Снайдер, по сути, создал отличный джамп-поинт для читателей Бэтмена. Можно сразу прыгать на его работу, аки-бэт-кролик, и у тебя не будет никаких проблем с пониманием сюжета при этом. Лишь под конец стало очевидно, что Снайдер устал. Пошли всякие бэт-кролики, мистеры Блумы и так далее. И да, не забывайте, что именно Снайдер убил оригинального Бэтмена в Endgame, потому что если загрузить опыт Бэтмена в новое тело, это не тот же самый человек. В итоге, Кинг столкнулся с высокой планкой читательских ожиданий после работы предыдущего автора. Джокера тоже нельзя было использовать, потому что Снайдер перед ним выжил из клоуна все соки. И стоит отдать Кингу должное, Джокера он почти и не использовал, уже за это ему можно грамоту выдать. Как по мне, ран Кинга стоит делить на две части – до 50-го выпуска и после, так как это две диаметрально противоположные работы, которые стоит обсуждать отдельно. Также стоит отметить, что Кинг – автор одной концепции. Он пишет про ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство и проблемы в семье. И никак не меняет свой стиль под персонажа. Кинг просто приходит и накладывает на персонажа свой шаблон, дорабатывая героя так, чтобы тот полностью соответствовал его авторскому видению. Ввиду этого оценка его работ будет максимально субъективной. Ну, просто либо вы принимаете этот концепт, и вам все нравится тогда, либо же нет. Как мы обозначили выше, Том Кинг любит писать про психологические проблемы. И, естественно, в Бэтмене он видел больного, который начал одеваться в костюм летучей мыши вследствие детской травмы. Как особенность кинговской подачи, стоит выделить то, что именно тут у него начали появляться в большом количестве отсылки на шедевры мирового искусства. Цитаты из Шекспира, произведений поэтов 20 века, аллюзии на музыку и известные картины – все это вы найдете здесь. Иногда это хорошо вплетено и действительно интересно. Но в какой-то момент читатель по-любому наткнется на какой-то стих, который ему придется гуглить, потому что в самом комиксе его смысл будет неочевиден. Я сомневаюсь, что большинство комикс-читателей интересуются американской поэзией 20 века. Эти отсылки Кинг во многом использует потому, что не умеет передавать чувства и эмоции. Он считает, что произведения классиков, к которым он отсылает читателя, сделают это лучше него. Думаю, всю базовую информацию мы обсудили и готовы, наконец, приступить к первой части его рана. Я Готэм Да, в целом этот арк поначалу воспринимается как странный филлер. Появляются какие-то пародии на Супса, всплывает непонятный психопират. Но если разобраться, то первый арк хорош. Кинг показывает Бэтмена как крутого мазафакера. Это цитата от классика. Вся история опять о психических травмах. Брат и сестра Готэм и Готэм Гёрл были вдохновлены Бэтменом и хотели стать героями ввиду психологической травмы. Уже после смерти Готэма мы видим, что его сестра Клэр получила ПТСР и разговаривает со своим мертвым братом. Эта история отлично показывает, что может вам дать старающийся над комиксом Том Кинг, хоть и в рамках такого персонажа, как Бэтмен. В целом, хоть эта работа и отличается от того, что было у Снайдера, но это достойное начало. Знаете, это все еще достойный арк в плане пафоса, и пока это все еще ощущается свежо. Но здесь при прочтении замечаешь один очень неприятный момент, который впоследствии проходит сквозь всю серию. Простите, но Бэтмен Кинга очень тупой. Большая часть его планов строится в расчете на простой русский авось. Кинговский Брюс скорее действует на эмоциях, нежели планирует. Все его противостояние с Бэйном тому пример. А давайте мы ворвемся в обиталище Бэйна. Авось ракеты просто собьют корабль, а не взорвут нас. Авось армия Бэйна не убьет меня, а просто закинет в нужную клетку. Сюда же можно добавить пункт о том, что Брюс отправился за психопиратом к Бэйну с преступниками, а не с условной лигой. Вы можете сказать, ну вот, он же все просчитал, все вышло как он планировал. Но нет, все так называемые планы Бэтса полностью ломаются при малейшем изменении обстоятельств. Не мог же гениальный сыщик рассчитывать на вероятность столь удачного стечения такого количества различных обстоятельств. Ведь по всем законам математики такая вероятность стремится к нулю. И отдельный вопрос к Бэйну. Почему это он вдруг стал таким любителем посидеть голышом на черепах? Знаю, это, конечно, прикольно и молодежно, но все же, раньше за ним такого не водилось. Также этот арк дает нам представление о том, кто доминирует в паре Брюса и Селины. Складывается ощущение, что кошка в этой серии куда важнее мышки. Как правило, пока Бэтс отыгрывает роль груши для битья, именно Селина решает исход всех событий. И я понимаю, что, скорее всего, это сделано с целью поднять важность и самостоятельность персонажа, чтобы Селина не выглядела Робином в их партнерстве. Но сделано это явно с перегибом, и не за счет того, что Селина делает более самостоятельные поступки, а за счет того, что ослабляется Бэтмен. В целом, благодаря пафосу и тому, что эта арка выстраивает фундамент для дальнейших событий, ей все же хочется поставить положительную оценку. После этого нас ждет небольшой арк, который, по сути, должен нагнать романтический настрой. Кинг максимально старался в прописании романтической линии, чтобы грядущая свадьба не выглядела чем-то притянутым за уши. Но черт возьми, Кинг, почему у тебя рандомная подруга Селины одним ударом перерезает Бэтмену горло и от неминуемой гибели заглавного героя спасает Селина? Серьезно? Годы тренировок, регулярные стычки с такими мастерами, как Дев Сроук и Рассель Гул, и наш герой чуть не оказывается убит ноунейм-девушкой. Потрясающе! Я Бэйн Арка начинается с шуток на тему «Какой Брюс Сноб?». Даже бургеры он ест с помощью вилки и ножа. На фоне Робин и прикидывает, а нужно ли его вообще слушать? И еще бы, чуть не помер от рук, не пойми кого, всего-то выпуск назад. Мол, а давайте сами Бэйна уделаем. Но в итоге, за это они расплатятся своим здоровьем. После этого идет уже прямое противостояние Бэйна и Бэтмена, где Бэйн, как неудержимая сила, идет сквозь всех и вся, чтобы вытащить психопирата из Ахрама. Восемнадцатый выпуск просто потрясающий в плане противопоставления двух персонажей и раскрытия их психологической стороны. Кинг с Финчем покадрово сравнивают становление персонажей, при этом делая намек на то, что, хотя они из разных миров, и философии у них разные, тем не менее, в них очень много общего. Насколько хорош Кинг психологической части истории, настолько он плох в логической ее части. Поэтому, даже точно зная, что Бэйн придет за своим человеком, Брюс вообще толком не подготовился к встрече с противником и буквально голой физической силой с криком «Я Бэтмен!» перебарывает Бэйна. Хотя стоит признать, что опять же, психологическая линия на высшем уровне. Брюс не ломается ментально, признает, что может умереть и готов умереть, и за счет одной силы воли уделывает злодея. Это круто. Но блин, Брюс же детективный гений, у него там всякие планы и гаджеты. Но да ладно, это все равно было сильно. Значок Тут довольно забавно то, что сначала читателю кажется, это просто выпуск, который относит нас к Doomsday Clock. Значок комедианта, все дела, подвязка к глобалке, пропускаем. Но нет, по итогу рана, это чуть ли не важнейшее для будущих событий выпуске. Здесь есть две линии. Первая – это обратный флэш, нападающий на Брюса, который видит Манхэттена и умирает. Эта информация нам будет нужна для понимания Doomsday Clock. И вторая линия – о том, как Барри переносит Бэтмена во флэшпоинт-вселенную, где Брюс встречает своего отца. Томас Уэйн не особо рад, что Брюс взвалил на себя бремя Бэтмена и просит сына бросить это дело. Но таймлайны снова рушатся, и Брюсу с Барри приходится возвращаться в нашу вселенную, оставляя Томаса. Именно этот эпизод создаст мотивацию для дальнейших событий, связанных с Томасом. Дальше у нас идет филлер про то, как Бэтмен и Болотная тварь пьют чаек, расследуют дело. В конце – о, неожиданность! Болотная тварь оказывается действительно тварью, убивает преступника и сваливает. Бэтмен же продолжает орать ей вслед. Даже не знаю, что к этому еще можно добавить. Двадцать четвертый выпуск. В нем есть два ключевых события. Во-первых, Бэтмен говорит Клэр, «Ну, теперь ты справишься сама. Да, там у тебя ток брат помер, и твои силы, когда ты их используешь, тебя убивают. Но ты это, лети, все ок будет». Ну, или как-то так. Ну, а в конце происходит предложение «Руки и сердца Селине». Краткость «Сестра таланта». Поехали дальше. Война шуток и загадок Наверное, это самый объемный арк первой половины рана Тома Кинга. Но что забавно, данная история – это просто флешбек, не столь важный для общих событий. Просто как-то раз перед сном Брюс решил поделиться с Селиной одной историей, которая произошла в первые годы супергеройства Брюса. Ридлер поссорился с Джокером на фоне того, кто из них должен убить Бэтмена, и злодеи так увлеклись, что чуть не уничтожили весь город. Эта история во многом интересна своими деталями. Во-первых, это Ридлер, согласитесь, вы редко его видите в качестве серьезного антагониста. Во-вторых, это очень грустный, но отлично прописанный оригин Кайтмана. Да-да, это тот самый разгоносец из мультсериала «Харли Квинн». Да и в целом, Кинг буквально заново создал этого персонажа. Ну а сам Брюс в этом арке продолжает создавать потрясающие планы. Вроде вот этого, например. А давайте пригласим Ридлера, Джокера и всех злодеев на ужин, чтобы помирить их, ну или что-то новое узнать. Большая часть злодеев Готэма – это гребаные психи. Откуда такая уверенность, что они тебе всю хату не разнесут к чертям и не убьют тебя вместе с твоим дворецким? Но так-то да, ситуация забавная. В итоге, всю эту историю Брюс рассказывал Селине, потому что в конце войны шуток и загадок Брюс чуть не убил Ридлера и остановил его лишь клоун. Это и окончило войну, а Брюс осознал, что от убийства тех, с кем он боится, его отделяет лишь рука Джокера. Правила применения силы Очень странная арка про то, как Брюс решает рассказать своей бывшей Талии Альгул о том, что он снова хочет в брак, но теперь добровольно. А заодно он решает спасти женщину, в чьих преступлениях обвиняют Селину. Здесь кошка опять начинает доминировать. Брюс, оказавшись между двух сильных женщин, получает меч в спину и вылетает из повествования. Поэтому Селине приходится брать все в свои руки. Здесь прежде всего интересно показаны взаимоотношения персонажей. Если Талия считает Брюса лучшим и единственным достойным ее мужчиной, то Селина видит в нем больного на голову, который ставит борьбу с преступностью выше нее, но которого она все равно любит. Победив Талию, герои возвращаются домой. Двойное свидание Пожалуй, это одна из лучших арок Кинга. Это прям-таки образцово-показательная романтическая история для комиксов с довольно типичным и жизненным сюжетом о том, как Селина и Лоис уламывают своих парней на двойное свидание. И все это отлично прописано с диалогами из серии «Ты не хочешь меня знакомить с ними, потому что ты меня стесняешься?» Или трогательные рассказы Кларка и Брюса о том, как они уважают друг друга, и каждый из них думает, что его друг лучше, чем он сам. Само свидание ничуть не уступает подводке. Выясняется, что выбранный ими день оказался костюмированным днем. Поэтому герои меняются костюмами и идут веселиться. Отмечу, насколько прекрасно прописаны диалоги, какие живые получились персонажи. Девчонки пытаются посплетничать и поговорить по душам, а парни, естественно, решают помериться, повыпендываться друг перед другом. Забавно то, как они потом рассказывают своим подругам. «Ой, да я б его!» Все это прекрасно передает легкий романтический настрой. Да, по сути, этот арк-филлер. Но то, как он тщательно прописан, как жизненно он подает персонажей, химию между ними, романтику, это ощущается настолько круто, ты словно смотришь романтическую комедию. Это вышка. После двойного свидания испытать чувство Брюса вызывается Диана. Она зажигает бэт-сигнал над полицейским участком, тем самым приглашая Брюса в этот арк. С ней связался некий джентльмен, который просит Диану с Брюсом временно подменить его в борьбе с бесконечной ордой монстров, пока сам джентльмен отправится на встречу с женой. Загвоздка в том, что в том месте, где Бэтс и Чудо-женщина будут вести бой, время идет куда быстрее. И если в реальном мире это займет всего пару часов, то для наших героев это затянется на несколько десятков лет. Брюсу удается обуздать свои гормоны и за 37 лет так и не расслабится с Дианой в перерывах между сражениями. По итогу джентльмен возвращается на свой дозор, а герои возвращаются в наш мир. Диана выражает Селине респект, ну а Бэтмена, думаю, ожидает еще долгий разговор о том, как же именно он провел 37 лет наедине с другой женщиной. Все любят Айви! Наверное, это самый спорный арк из тех, что мы сегодня обсудим. Уж больно неожиданно сильной у Кинга оказывается Айви. Она буквально захватила под свой контроль всю Лигу и весь мир. Мотивация у нее довольно спорная. Я убила во время войны шуток и загадок, а значит, я злодей и убийца. Но Айви никогда особо и не была положительным героем, чтобы так убиваться по этому поводу. По старой традиции Бэтс в данной арке груша для битья, а кошка выполняет основную работу. По итогу рыжеволосую успокаивает появление Харли, которую к ней привел Бэтмен. Бэтс объяснил Плющу, что она никого не убивала. Это все была подстава Ридлера. На этом конфликт, оказывается, исчерпан. 44 выпуск. Номер больше настроенный на романтический лад. Очередной выпуск, который должен был подогреть ожидание свадьбы. Именно здесь Селина выбирает себе свадебное платье. Подарок. Отличный арк, который показывает, с кем на самом деле Кинг работает удачнее всего. Это персонажи-ноунеймы, такие как Кайтман, Бустер Голд и так далее. Бустер решает сделать Бэтмену подарок на свадьбу, слегка подшаманив с таймлайном и спася его родителей. Но все пошло не по плану, и в открывающей сцене мы видим суицид Хэлла Джордана, что как бы задает тон. Естественно, без смерти родителей Брюс не стал Бэтменом, и все пошло по известному месту. Роль Бэтмена забрал себе Дик Грейсон, который убивает всех подряд, кошка психбольная и так далее. Осознав, что пора все возвращать, Бустер делится этой историей с местным Брюсом, но тот как-то особо не горит желанием вернуть все на круги своя. Бустер решает завербовать помощники Селину, но та, при виде вейнов, нападает на них и попутно убивает Альфреда. Тут же появляется и Дик, начинается массовая потасовка, в результате которой в живых остаются только Брюс и Бустер. Чтобы закрутить таймлайн еще сильнее и спасти своих родителей, Брюс заставляет Бустера отправиться в прошлое за 10 минут до их смерти в аллее. Но план Брюса проваливается. Его родители вновь убивают, Бэтмен совершает суицид прямо на глазах у Бустера, нанося ему очередную психологическую травму. Вещи наконец-то встают на свои места, и мы узнаем, что все это время Бустер пересказывал эту историю Брюсу и Селине. Довольно чернушный, но интересный арк с путешествиями во времени и отлично пропитанным Бустером. Его шутки, диалоги и поведение все выдержано в отличном стиле. Шафер Это завершающий арк на сегодня, и он опять подчеркнет все то, о чем мы уже говорили до этого. Это довольно странный сюжет о том, как Джокер захотел стать шафером на свадьбе Бэтмена. Сам же Бэтмен снова не блещет умом и сразу руинит стелс. Джокер убивает заложника, затем угрожает, что пристрелит и себя, требуя, чтобы Бэтмен вместе с ним помолился. Это требование выглядит прямо ну очень странно. Неожиданно Джокер их подрывает. Действительно, кто бы мог подумать, что у Джея могут быть какие-то иные планы, кроме как воззвать к Иисусу и очиститься от грехов. Естественно, спасать шкуру мышки приходит кошка. После непродолжительной драки Селина и Джей наносят друг другу фатальные повреждения. Будучи смертельно ранеными, персонажи вступают в диалог. Именно клоун внедряет в голову кошки зерно сомнения по поводу целесообразности их с Бэтсом свадьбы. Говоря о том, что счастливый Бэтмен попросту не сможет быть Бэтменом. А без Бэтмена Джей оставаться не особо хочет. Собирая последние силы, он встает, чтобы пристрелить Селину. Но тут силы его покидают. Что ж, очередной абсурдный арк. Но вот диалоги его вытаскивают. Особенно разговор клоуна с кошкой в финале, который внесет свои коррективы в дальнейшие события. Рубрика Взгляд со стороны Всем привет! Меня зовут Манков 1 или просто М1. Раз Марин затронула помолвку Бэтсой кошки, то хотел бы поделиться своими впечатлениями при людях к данному событию. Редко авторы делают своего рода резкий ход событий для своих персонажей. Обычно все решается в двух или трех выпусках. Но Кинг посвятил практически все начало своего рана к алюминационному моменту в 24 выпуске, где Бэтмен сделал предложение Селине. Потом еще 25 номеров подготавливал к их свадьбе. Обсуждая предложение руки и сердца Бэтмена женщины-кошки на Сан-Диего Комикон, Кинг подчеркнул, что его общий план сюжета рассчитан на 100 выпусков, но уже на 85. Малость он не дотянул. С тех пор вся история вела к этому наступающему моменту, когда Брюс принимает свое желание счастья и представляет себе жизнь только Селиной, навсегда оставляя свое одиноко что Ваня позади. Это очень серьезный шаг для Бэтмена и вряд ли еще какой-либо сценарист повторит успех Тома Кинга. Пускай сейчас Джеймс станет четвертым роликом Бэтменом, но история любви между Брюсом и Селиной, как это было доказано снова и снова, будет постоянно развиваться, как и сами наши любимые персонажи. И возможно именно Джеймс станет тем, кто сделал доглажанную помолвку. Всем спасибо за внимание и отдельное спасибо Марин Хардкайвер, что пригласила меня поучаствовать в этом ролике. На этом предлагаю пока прерваться. Дальше будет уже не так хорошо, но тоже довольно горячо. Нас ждут еще целых 35 выпусков. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч на просторах интернета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok